всем привет продолжаем уроки sdl и сегодня сегодня столкновение окружности и столкновение окружности с прямоугольниками дело в том что некоторые уроки я здесь пропускаю ну к примеру я пропустил вот это по пиксельное определение столкновений почему я пропустил потому что ну я считаю что ну по пиксельное обнаружение столкновений в данных примерах или ну или в общем не очень уж часто и используется потому что к примеру у нас могут быть разные разрешения экранов соответственно объекты есть это 2d мир конечно же то у нас разное количество пикселей в ширину и высоту а здесь соответственно грубо говоря у нас одни как бы столкновение прямоугольников но виде пикселей то здесь вот один прямоугольник вот второй прямоугольник вот третий прямоугольник но в виде пикселя и вот происходит обнаружение вот столкновений таких вот прямоугольников соответственно это на мой взгляд затрат но возможно это не затрат на для каких-то вот игр 8 битных у которых одно разрешение экрана там 640 на 480 например и там не так уж много объектов и можно в принципе по пиксельно наверное это делать хотя гораздо проще сделать это другими способами короче я это пропустил вот и сегодня будет столкновение окружности с окружностями из с прямоугольниками по поводу столкновений окружностей гораздо больше информации потому что здесь будет немного информации но побольше информации вы можете найти моих видео есть мое видео там вектор движение и обнаружение столкновений по моему вот там более детально рассказано и показано что такое вектора и как с помощью этих векторов можно определить направлении после столкновения вот когда два шарика сталкиваются они должны в какие-то стороны каждый разлететься и вот там это делается с помощью векторов векторов направлений то есть там сложение векторов и т.д. и т.п. вот так вот по поводу окружности смотрите вот здесь показан такой пример как обычно в играх происходит обнаружение столкновений то есть какой-то объект оборачивается в прямоугольники ну в данном случае здесь прямоугольник и потом когда происходит обнаружение столкновений то мы обрабатываем все эти прямоугольники со всеми этими грубо говоря про прямоугольниками и когда понимаем что они пересеклись то произошло столкновение проще всего но дешевле всего на мой взгляд окружить их кругом то есть вложить так чтобы объект попадал в окружность а внутри этой окружности уже ряд таких критических прямоугольников и как вы видите здесь синенький есть и зелененький зелененький это скорее всего область куда ну если мы туда достали то это область поражение а вот тут наверное не область поражение хотя не знаю наверное голова что же область поражения короче дешевле всего на мой взгляд ок в окружность это все а только потом когда мы примерно поняли что мы столкнулись тогда уже детально обрабатывать прямоугольнички внутри либо же окружности внутри вот так вот что по поводу окружности смотрите очень дешево обрабатывать определять столкновение окружности это очень легко и просто нужно взять радиус одной окружности и радиус другой окружности и сравнить если радиус 1 плюс радиус 2 меньше и равно дистанции между центрами этих окружностей значит это стопроцентное перед столкновение объекта в друг с другом вот 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 то есть я думаю я думаю вы поняли да то есть нужно иметь дистанцию между двумя объектами и радиус вот и тогда легко определяется столкновение это определение столкновения двух окружностей по поводу определения столкновений окружности и прямоугольника то здесь самое главное нужно определить нужно найти ближайшую точку ближайшую точку это раз и сторону с которой мы будем сравнивать столкновение с которой мы будем определять это в коде есть как бы ну ничего сложного нету а к примеру это круг то есть мы смотрим если а x если x круга меньше чем bx а в данном случае прямоугольник это b объект b то есть у него x вот он а x плюс ширину вот она дальше y вот она а y плюс высоту вот она так вот если а x меньше чем bx то есть если вот этот x меньше чем вот этот x значит мы находимся слева от прямоугольника знаешь нужно найти ближайшую точку ближайшей точкой является если у нас а y меньше ну вот в данном случае смотрите на ближайшей точкой даже а y не учитывается в данном случае ближайшей точкой является вот краешек вот этот x в этом же случае ближайшей точкой по x является полное совпадение до но значение x с нашим центром здесь точно так же совпадение нашего икса с этим центром здесь ближайшая точка вот этот краешек так вот соответственно нам нужно вычислить расстояние между вот этой точкой между центром окружности и ближайшей точкой и что сделать сложить ну и короче определить радиус да в данном случае здесь радиус какой грубая единичка будет а здесь радиус такой какой есть у нашей окружности так вот нам нужно сложить этот радиус вот этим и если это значение меньше дистанции меньше равно дистанции между этой точкой этими точками то тогда произошло столкновение вот то есть я тут немного доработал доработал вот предыдущую типа игру и здесь у нас есть два шарика и вот эти два шарика не сталкиваются шарики с шариками и шарики сталкиваются с прямоугольниками ну чё то здесь не очень плавное движение происходит но это такое так вот так вот как вы видите ну и столкновение шариков произошло последнее столкновение как бы не в те стороны не должны были отлететь но по по этому поводу как я уже сказал можете посмотреть видео вектор движения и столкновение окружности вот там уже в определяет здесь просто случайным образом я когда определяю что два шарика столкнулись то я просто задаем случайные направления то есть инвертирую направление движения вот так так вот что здесь здесь добавилось следующее смотрите есть шарик есть шарик вот он движется вот и определяю выходит ли он за края дальше определяю сталкивается ли он с прямоугольниками и дальше определяю сталкивается ли он с шариками давайте перейдем вот здесь определение столкновение с прямоугольниками смотрите 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 это у меня не используется это мне не используется нужно было удалить ну это с предыдущего проекта поэтому так получилось вот я определяю ближайшую точку ну как описано в улазе до определяя ближайшую точку дальше определяет дистанцию дистанцию между нашим кругом и этой точкой и если наша дистанция меньше чем наш радиус то соответственно я понимаю что я столкнулся смотрите здесь происходит умножение но если если мы вспомним формулу определение дистанции между двумя точками на плоскости то у нас будет следующее у нас квадрат одного плюс квадрат второго и из этого результата извлекаем корень квадратный и вот это будет дистанция но операция извлечения корня операция дорогостоящая я то есть она не за один такт происходит соответственно зачем нам извлекать квадратный корень если мы можем просто сравнивать квадраты квадраты вот это дешевле более того в том видео по вектору движения определения столкновения кружности меня там расписана эта формула и упрощенная формула которую я взял у андре лама то у которого есть формула которая высчитывает это расстояние ну с некоторой погрешностью но она работает гораздо быстрее чем стандартная формула вот короче здесь мы квадратный корень не извлекаем потому что не нужно операция дорогостоящая нам не надо точные значения нам нужно просто относительно какие-то значения чтобы понять столкнулись мы или нет вот так вот это было это была формула вот по определению столкновений нашего шарика с и ближайшей точкой прямоугольника но здесь копипаст его надо было удалить ладно а вот определение столкновений двух шариков то есть у меня есть общий радиус радиус это какой мой собственный радиус шарика и радиус другого шарика вот окружность дальше я что я беру я ум квадрат общего радиуса сравниваю с дистанции с квадратом дистанции между центрами этих шариков так вот если эта дистанция меньше это значение меньше чем сумма радиуса в квадрате знаешь произошло столкновение вот то есть на этом этапе к примеру можно определять вот как я показывал вот как я показывал вот здесь то есть есть у вас много объектов их можно поочерчивать шара но окружности вот и дальше вот так вот в цикле определять да потому что там по идее должно быть каких-то два цикла но если не использовать там деревья в специальных решений до чтобы уменьшить количество там итерации циклах вот если просто решать задачу напрямую то типа два цикла два цикла один цикл то есть мы выбираем один объект а второй цикл перебираем другие объекты и определяем этот объект столкнулся с другими или нет если нет переходим к следующему так вот довольно быстро можно это делать если мы все объекты поочерчиваем шарами но окружностями и будем перебирать то есть будем определять дистанцию а вот когда происходит вот такое то есть у нас дистанция меньше общего радиуса то вот здесь вместо return true нужно начинать перебирать мы уже понимаем что наверное мы столкнулись и нужно перебирать от столкновения уже вот этих вот квадратиков вот это ну обычно так и делается в 2d играх это окружность 3d играх это сфера вот а дальше уже начинается там прямоугольники и т.д. и т.п. соответственно соответственно я думаю идею вы поняли то есть здесь ничего сложного нет вот ничего сложного нет код будет доступен ну как всегда архивчиком при прикрепленный к уроку вот то есть надеюсь идею вы поняли самое главное попытаться упростить обнаружение столкновений если у вас объекта много а это как я уже сказал окружности а внутри всякие квадратики и прямоугольники но думаю в принципе все вот да теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока пока пока